Всем привет! С вами Нильфгорн и мы продолжаем играть в игру TerraTech версия 0.7.6 И за кадром на стриме, на стриме, за кадром, как же за кадром, на стриме именно я начал сначала в стабильной версии этой игры Потому что до этого я играл в нестабильной и там очень много было неправильно сделано Плюс начинал я в еще поздней версии и половина не работала И поэтому я начал, как видите, заново Почему, я уже объяснил Поэтому сегодня я вот в какой-то мере покажу, что произошло за кадром Вот убью вот этого обязательно существо, вот это вот довольно-таки, которое интересное Потому что он, смотрите, уже крылья дает Ну-ка, оп-оп, давайте еще... Мы так аккуратненько его сейчас разберем, чтобы что-то осталось Так, и... ну и кабинка есть, готова Ну все, он взорвался И давайте встанем на якорь И это самая отличительная часть этой версии Появился якорь Это просто очень крутая штука, но и в какой-то мере она имбовая В чем же суть, вот видите, здесь у меня стоят, вот здесь вот сбоку у меня стоят якоря Вот, таким образом я их поставил, чтобы они не слишком цеплялись за поверхность И не мешали ездить, и при этом цеплялись... ну, вставали на якорь Потому что установка тут немножко сложная на якорь Но все-таки возможно Что дает установка на якорь? То, что наше вот устройство вот это становится базой Ну, как видите А так как эта установка становится базой То у нас начинают работать солнечные батареи Черные дыра Мы заряжаем энергию И все круто, все замечательно В принципе, вот как бы это огромнейшее отличие от всех других версий Да, конечно, добавили кучу биомов новых Добавили новые задания, новые блоки Добавили экспериментальные блоки Которые теперь можно выбить с заданий Добавили кучу новых устройств Которые теперь спавнятся И множество, 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 множество И еще всего всякого интересного И, собственно, вот мы в этом сезоне В этом сезоне Потому что это, как бы, можно сказать, новый сезон Хоть и я Ну, как бы был и впредь И так же и будет Буду номеровать серии по Подряд Так скажем, без сезонов Просто подряд Что это будет один огромный летсплей Но вот здесь вот Начнем уже так развиваться И я постараюсь поподробнее уже Рассказать о каждом блоке Рассказать какие-то моменты Если я что-то буду забывать То обязательно пишите в комментариях И сразу хотелось бы сказать Ребят, поддержите это видео лайком И обязательно подпишитесь Если вы первый раз на моем канале Потому что я снимаю не только Игру Терратэш И еще множество-множество разных игр По жанру песочницы И не только Но в большей степени я люблю И обожаю жанр песочницы Чем же мы займемся? А займемся мы Ну, конечно же О, вот это вот интересно Давайте вот к этому заданию сделаем Съедем Потому что это вот как раз-таки Новые задания Вентура Займемся развитием И строительством Кстати, вот это устройство Я тоже построил на Стриме Это как бы второе устройство Первое, оно проиграло бой Его поймали в ловушке И вы сможете стрим посмотреть Запись стрима Посмотреть в группе ВКонтакте Тоже подписывайтесь туда Везде-везде Я рекламирую свои каналы Но по-другому не получается Можете посмотреть там Запись стрима Найдете в альбомах И посмотрели Как первое устройство Попало в ловушку Я построил вот это устройство Которое В котором здесь вот внутри Как видите Стоят два реактивных двигателя ГСО Стоят баки Куча маленьких батарей Впереди вот так вот И вот так вот расположены колеса И устройство получилось Очень таким низким И в то же время Оно очень балансно получилось То есть на нем Прям вот Оно очень хорошо держит Дорогу Да, то есть двигается Как видите Вообще очень так Круто И скорость довольно-таки Ну блин, ну ребятки Посмотрите Сам видите Скорость прям очень хорошая При том, что Устройства не тяжелые И поэтому Можно довольно-таки долго Наяривать прям по Ну на двигателях И это круто Вот первое задание Ну не первое задание А вот один из видов Новых заданий Это рампа Здесь скорее всего Нам нужно будет прыгнуть Оно еще не переведено Как видите Но скорее всего Нам нужно будет прыгнуть И попасть в какие-то кольца Которые появятся Когда мы переедем через рампу На стриме я также проходил Одну рампу на скорость То есть там нужно было Пройти определенное расстояние За определенное время И после Выполнения этой Как бы Функции Да, этой задачи То вам дается награда Здесь то же самое Если мы сейчас сможем прыгнуть А я боюсь мы не сможем Потому что у нас не хватит мощности Либо маневренности Либо еще чего-то Ну давайте попробуем Нет, у меня получилось Как видите У меня получилось Сейчас все нормально Я прошел все Все три Кольца И видите Я получил сундучок И кстати Очень офигенный сундучок Ребят, посмотрите Мне дали Во-первых Мне дали Офигенную штуку Видите Вот этой батареи Это просто божественная вещь Мы ее сразу сюда поставим Она легкая Очень много Ну не много вмещает Во-первых Она легкая И быстро перезаряжается Ну Это топливо Для моих двигателей Реактивных То есть Я смогу быстрее ездить Вот новое экспериментальное колесо И экспериментальное лезвие Которое мы сейчас Так Засунем Засунем в черную дыру Вот так Вот отлично И погнали дальше Найдите вора Вот задание Так Вот сейчас появилась мысль И сразу улетучилось Также еще Вот вы видели Вот вспомнил Видели Что выпали разноцветные блоки Кстати Вот по поводу Разноцветных блоков И можно ли их крафтить Я до сих пор не знаю Серьезно Вот не могу вам ответить На это К сожалению Так Ну вора мы сейчас поймаем Я думаю Нет Кстати Вентура на самом деле На своих обычных колесах Он довольно таки Очень быстрый Но Единственное что Стоп То есть Единственное что Мне его просто Поймать нужно Ну-ка Так Здесь какие-то сейчас Блоки будут И Тут у нас тоже Выдается Колеса Вентурские Ну и всяческий юмор То есть Шапочки Ну в принципе Ничего такого Но вот эти вот колеса Я бы взял И вот это еще Есть такой салют Вот эта вот штучка Но Как она называется у нас Фейерверк Тоже она наносит урон Но Она очень Как сказать ФПС прожорливая То есть Она не Не все так просто с ней То есть Если мы их установим Очень много То она Очень начнет Жрать фпс Прям безумно При этом При всем И поэтому Лучше не устанавливайте И вот ограничения Вы видели Да То есть Я пытался встать на якорь Но не получалось Только из-за того Что Нельзя встать на якорь Если Какие-либо блоки Вашего устройства Будут Пытаться войти в землю То есть Если Вы будете вставать так Чтобы Потому что Как видите На ровной поверхности То есть Все колеса Должны быть снаружи Если Ему вот это Будет мешать Да То есть При установке Колесо должно Находиться Типа Под поверхностью Да То у вас Установка Якоря Не получится И Вот тут вот Есть небольшие Нюансы Потому что Длина якоря Небольшая То есть Длина вот этого Маленького якоря Она совершенно Небольшая И При этом При всем Вам придется Вот так вот Как-то Изощряться И устанавливать Их правильно Вот я Нашел для себя Установку такую Чтобы Они не задевали То есть Чтобы они Не задевали Землю И я Вполне Мне комфортно Себя Чувствовал Сборщик Люксита Ну ладно Давайте Новые задания Возьмем То есть Я комфортно Себя чувствую При езде Эти якоря Они Никоим образом До поверхности Не дотрагиваются И не ломаются То есть Не спадают Это хорошо Также В магазине Было обновлено Бесконечные блоки Бесконечные блоки Это как бы Строительные блоки Грубо говоря Да То есть В данном случае Вот стандартный блок ГСО Видите Двойной блок ГСО Тройной И четверной блок ГСО Их можно покупать Бесконечно То есть Они видите Бесконечно Но только Покупать Покупать То есть В моем инвентаре В черной дыре Они не бесконечные Как видите А вот кстати С черной дырой Тоже вот Небольшое Обновление Было тоже Что Черная дыра Теперь Работает Не включенная Да То есть Вы можете даже Черную дыру Положить Как бы в инвентарь Черные дыры Каким образом Давайте кстати Покажу Тоже Фишка Новой версии Вот Вот у вас Устройство База Машина Что угодно Вы берете Жмете на правой кнопкой И вот есть такое Вот Вот сюда Вот да И вот так вот Смотри Черная дыра Попала в черную дыру И как видите Я в инвентарь могу зайти Черная дыра не установлена Ну Понимаете да Но я как бы езжу Вот В таком вот варианте Мне так удобней Чем доставать Каждый раз Черную дыру Устанавливать И потом опять убирать Но это много мороки Мне не хочется Этим заниматься Давайте возьмем Ох кстати Как раз таки Хитрый бизнес Три Последнее Последнее задание Перед Прямо уже Перед первой базой Потому что В последних видео Я построил базу Но В этот раз Я начну базу строить Прямо сразу же Почему Ну потому что Потому что Нужно собирать ресурсы И собирать ресурсы Очень-очень в большом Количестве И вот этим Наверное и нужно Заняться А чтобы Заняться нормальным Крафтом Ну надо будет Как раз таки Уже фабрикатор Вот Нет Давай ты умрешь Давай ты вот умрешь Хорошенечко Да И чтобы я Чтобы я Спокойно здесь Все отлично Погнали дальше Давай Хитрый Мих Научи нас Научи нас Крафту Ну вот здесь Вот есть нюансы То что Здесь Это последняя миссия Последнее задание Хитрого Мих И он вас научит Работать как раз таки С Фабрикатором Да Вот эта фабрика Компонентов Мои Преактивные двигатели Были повреждены И он просит нас Починить И боюсь я Что мы не сможем Не сможем Кое что добыть Смотрите Он говорит Что Типа я вот должен Вот это скрафтить И вот Вот видите Карбиновые плита Некоторые детали И вот Сприсквитель топлива Это как раз таки Предметы Которые Теперь крафтятся Вот Ну вот в этом Фабрике Фабрике компонентов Ну это понятно Наверное Особенно для старичков Но Ты найдешь им применение В создании Высокотехнологичных блоков Ну вот как раз Он об этом и говорит Что Как раз здесь В этом В этом заводе Вот Можно создать Как раз таки Давайте Создадим первый Первый материал Чпоник Готово Как видите Он переработал материал В обрабатывающем заводе И теперь На фабрику послал И здесь У нас Производится деталь Которая нужна Для производства Реактивного Как раз таки Двигателя И Давай посмотрим Можешь ли ты создать Реактивный двигатель Используя эту базу И вот в этом Вся фишка Что здесь Нужно Присквитить топливо А для него Нужно Эластичный кирпич Эластичный кирпич У нас добывается Дай бог мне В памяти По моему В соляной пустыне Ребят Ну-ка Сейчас поищу Ну блин Ну вот как это Не показать Ребят Серьезно Ну вот это круто То есть Пока искал Здесь источник По моему Все таки Не в соляной пустыне А по моему Все таки В обычной пустыне Вот сейчас Попытаемся Все таки Стать на якорь Как нибудь Вот встали Выполнил задание На добычу ресурсов Да И смотрите Что дали Еще одна фишка Новая версия И батарею Кстати дали Вот это вот Круто Батарея Это потрясающе Вот новая фишка Новая версия Очень потрясающая Это ресурсы Давайте вот так Установим Сейчас Ой нет Ой нет Сложился он В инвентарь Это ресурсы Которые вы можете Создавать То есть Добывая К примеру Вот Плюмбит Да То есть Вы можете его Собрать В фабрикаторе Геокорпс В данном случае Вот в такой вот блок В котором будет Вмещаться 120 плюмбия То есть Вы добудете 120 плюмбия Соберете его В такой компактный Ящичек И сложите себе В инвентарь Вот так вот И все У вас будет 120 плюмбия Вот лежать В любой момент Когда вам нужно будет Что-то скрафтить На своей базе Вы сможете достать Этот кусок Разобрать его И Добыть себе Вот такое количество Плюмбия Это очень Круто Очень Шикарная Вещь Но ей нужно Пользоваться Правильно Конечно Да Все верно Именно В обычной пустыне Вот находится Вот этот ресурс Который Нужен Будет мне Сейчас Я сейчас Приеду Аккуратненько Отдам На переработку И в принципе Все готово Так Ребятки Ну в принципе Смотрите Вот эту детальку Ракетный Вот этот Вспрыск Ветель топлива Я сделаю Но мне не хватит Еще Чтобы сделать Вот собственно Ракетный Вот этот двигатель Мне нужно будет Два кирпича Корбита А здесь На складе Всего лишь один Кирпич Корбита Это печально Но Но мы можем Смотрите Попробовать Попробовать Сейчас Если у меня есть Есть у меня Утилизатор Давайте его Утилизатор Подключим Даже не будем Подключать Просто вот здесь Вот он не подключается Видите Потому что Это база Как бы пока что Не моя Здесь мы Вот так вот сделаем То есть Возьмем утилизатор И переработаем Вот эту лазерную пушку Я точно знаю Что в этой лазерной пушке Есть один блок Корбита Корбита То есть В производстве Если я не ошибаюсь Сейчас проверим Сейчас проверим А вот Собственно говоря Именно то Что и нужно Вот он есть Теперь нам должно Хватить Оп Создаем Как видите Ресурсы пошли Нужный сейчас Переработается Возьмется со склада И пошла Переработка Отличненько Отличненько И еще раз Отличненько Починили хитрому мифе Лапу Наверное так я эту серию И назову Вот видите Создался реактивный двигатель Теперь мы должны Его правильно установить И он типа говорит Все замечательно Спасибо тебе малыш Я ухожу Но теперь он Теперь я буду Тебя называть Дружище Спасибо тебе Теперь я могу Прибыть Навстречу Ну в общем он Типа дружище Меня Теперь я вырос В его глазах Он не называет Меня малышом Это круто На самом деле И он Не дает Награду Ребят Он не дает Награду Вот такое Вот устройство Это первый датчик Я даже могу Вот Сюда Сейчас установить Черт Черт Ну то есть Это первый Как он называется Сейчас Продвинутый блок Он устанавливается На фабрику Тем самым Давая нам Возможность Делать Следующего уровня Компоненты И это круто Вот в дальнейшем Собственно Помните я показывал Про черную дыру Фишку Да То есть Вместо того Чтобы разбирать базу И ставить черную дыру И засовывать туда По блоку Мы можем вот сделать Мы можем сделать Вот Сейчас Можем сделать Вот так вот И ни одного блока Не утеряно Понимаете Очень круто На самом деле Ну и вот В принципе Вот так вот Теперь Теперь Все задания Выполнены Теперь у нас Все возможности Есть для того Чтобы начать Строить небольшую базу И наверное Я с этого и начну Вся фишка в том Что теперь Мы можем призывать Свои устройства Прямо Из Вот этого Сбора Черчежей Наверное Так это правильно Назвать Или из гаража То есть Мы можем построить Своё какое-то устройство Какую-то Ну не знаю Какую-то базу Для производства Тех или иных ресурсов И Начать уже Ее Достраивать То есть Я могу сейчас Начать Строить основу А потом уже Потихонечку К ней пристраивать Какие-то Механизмы Какие-то Приспособления Для того Чтобы Она была Более функциональной Ну к примеру Да И наверное В следующей серии Мы этим и займемся Потому что В первую очередь Мне нужно Построить базу Которая будет Добывать ресурсы Точнее даже Не базу А просто Ну какое-то Такое устройство Которое будет Добывать Ресурсы Будет их Перерабатывать Как раз таки Вот в эти блоки Блоки ресурсов Которые я буду Склазировать у себя В инвентаре Ну и Походу я буду Делать Несколько Ну какие-то Миссии Да То есть Может быть Убивать врагов Или еще что-то На этом я буду Заканчивать Спасибо за просмотр Всем всего удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok